добрый день уважаемые участники вебинара и пожалуйста огонечек в чате если меня слышно презентацию видно у нас небольшие технические палатки приключились но я рада что удалось их преодолеть и вебинар у нас стартовал с небольшим опозданием поговорим сегодня о использовании мобильных устройств в школе и библиотеке не будем сегодня дискутировать о том надо ли их использовать или не надо это уже каждый решит сам для себя эту проблему мы сегодня поговорим о онлайн-сервисах об инструментах как обычно которые позволяют задействовать мобильные устройства и создавать с их помощью проводить с их помощью игры викторины презентации и опросы ну собственно вот в этом порядке я и буду сегодня о них рассказывать пожалуй в этом сегменте произошли самые большие изменения потому что очень многие сервисы ушли некоторые просто закрылись некоторые недоступны нам в данный момент поэтому поговорим о том кто остался посмотрим на их возможности как всегда в чат я буду кидать ссылочки чтобы можно было что-то посмотреть к сожалению не все сервисы удастся посмотреть потому что некоторые работают именно в режиме онлайн поэтому я на слайдах буду объяснять как это все происходит ну а там где можно своими руками потрогать мы потрогаем и посмотрим как это все работает ну давайте начнем итак начнем мы пожалуй с сервисов которые позволяют задействовать мобильные устройства и проводить их помощью игры викторины на уроке на мероприятии таких сервисов достаточно много их наверное большее число среди всех остальных инструментов ну и давайте посмотрим начнем из зарубежных сервисов они появились раньше ну и в конце посмотрим на российские аналоги что нам предлагают отечественные разработчики итак первый сервис называется джим кит они очень амбициозно себя позиционировали говорили о себе как о замене знаменитого сервиса кахут который сейчас недоступен для примера такая демо версия игры вот сейчас в чате вам ссылочку отправила на слайде вы видите это такая стандартная викторина принципиально от кахута она отличается тем что здесь идет не завоевание баллов а здесь идет накопление денег зарабатывают участники игроки деньги отвечая на вопрос за каждый правильный ответ определенное количество денежек ну и цель этой викторины это достичь какого-то уровня либо заработать больше всех денег либо за меньшее количество времени достичь какого-то результата из несколько модификации этой игры и так бесплатный тариф в этом сервисе позволяет играть с любым количеством участников то есть здесь мы не ограничены и можно создавать любое количество игр это уже хорошо ограничение здесь идет по игровым режимом дело в том что и сервисы предлагаю сервис предлагает сюжетные игры вот я вам часочку сдала на классическую викторину она бесплатная есть еще true и два других бесплатных варианта там уже игра с небольшим сюжетом я чуть позже покажу какие здесь бывают сюжеты первые 14 дней когда вы зарегистрируетесь сервисе вам дается бесплатно тариф про на две недели можно попробовать все функции посмотреть подходит ли вам этот сервис или не подходит что представляет собой викторина викторины тут двух типов ну вот верху можно догадаться что это за типы вопросов multiple choice это викторина с множественным выбором выбрать можно один правильный ответ а может быть и несколько и второй тип вопроса текст input это открытый вопрос где участники будут буквами вписывать правильный ответ и таким образом участвовать викторине как мы видим здесь довольно простой конструктор для создания вопросов можно подключить к вопросу изображения можно добавить аудио и то же самое можно те же самые картинки можно подключить и к самим вопросам можно создавать вот так вот вручную вопросы можно экспортировать из другого сервиса который называется quizlet оттуда можно экспортировать вопросы задания в эту викторин после того как мы закончили ее создавать с определенным количеством вопросов мы ее сохраняем у себя в личном кабинете можем тут же приступать к игре как проводятся все игры с мобильными устройствами участники получают от учителя от ведущего от библиотекаря код от игры заходят в виртуальную комнату по этому коду либо по этой ссылке и присоединяются к игре ведущий ждет пока все присоединяются своих мобильных телефонов а дальше запускает игру и у участников на экране будет вопрос варианты ответов и они будут отвечать используя мобильный телефон пальчиками голосуя мы видим предварительные настройки перед тем как запустить игру ее нужно настроить здесь предлагается как мы видим два варианта проведения игры классический вариант где каждый сам за себя и и командный вариант если вы поделите класс и какую-то группу на команды то можно попробовать поиграть в команду дальше чуть ниже как раз пошли игровые режимы вот у меня сейчас открыт как раз режим про 14 дней здесь большое количество разных игровых вариантов тут видим ферма какая-то с овощами есть там что у нас еще там люди против зомби какая-то лава питва боссов и так далее ну вот такие вот от самых простых до совершенно безумных сюжетных игр можно за 14 дней всех их попробовать посмотреть что он больше нравится ну и потом уже сосредоточиться на том что вам больше подходит для работы но классическая викторина здесь присутствует и никуда не отменяли и так выбираем игровой режим команда или индивидуальная и игровую стратегию выбираем дальше еще небольшие настроечки оказывается внутри каждого вот этого игрового режима есть еще три формата игры time race и all in time это когда игроки стремятся набрать максимальную сумму денег за определенное учителем время время здесь же выставляется рядышком дальше race это когда все стремятся набрать указанную сумму то есть пока последний участник не наберет эту сумму игра будет продолжаться ну и последняя all in это гонка игроки соревнуются кто первый достигнет указанной суммы тот победитель после этого игра останавливается вот выбираем один из трех форматов ну и запускаем игру здесь еще дополнительные настройки есть можно музыку включить можно аплодисменты добавить для участников случае если они правильно будут отвечать и после этого переходим в виртуальную комнату виртуальная комната в этих сервисах практически выглядит очень похоже ну вот так она выглядит мы видим вверху ссылочку код на эту игру участники посылки проходят представляются от них требуется либо никнейм либо фамилия имя как договоритесь ну и дальше вводят код игры и они появляются на экране они присоединились пока они ждут всех участников могут немножко порисовать у них автоматом на смартфонах появляется рисовалка они могут там немножко развлечься чтобы не скучать пока учитель всех собирает потом нажимает на кнопку старт game это зеленая кнопочка вверху ну и игра началась появляются вопросы викторины вот примерно как у вас сейчас если вы перейдете по этой ссылке все то же самое участники отвечают зарабатывают какое-то количество что появляется на экране с левой стороны это смартфон на смартфоне будет вопрос выглядеть примерно вот так а на экране учитель будет показывать гонку лидера пока здесь ну есть у меня тестированный режим поэтому участник всего один а вообще здесь будет статистика по всем участникам кто только завоевал и их будут выстраивать по порядочку от тех кто больше завоевал к тем кто меньше завоевал вот такая история если вас не пугает такой денежный эквивалент в этой игре денежные вот такие вот штуки то в принципе джим кит вполне даже неплохой сервис тем более что они очень хорошо расширили бесплатную версию до этого бесплатная вообще была очень урезанная по количеству игроков было ограничение по количеству викторин сейчас ограничений по количеству вообще нет это хорошо вот на выходе мы получаем общую статистику выявляем победителя дам такой сабли а своеобразный пятистал почета будет в принципе вот такой алгоритм он во всех этих сервисах присутствует большей или меньшей степени такой более классический вариант сервис к визалайз он более классические викторины создает сейчас я вам ссылочку отправлю в чат там нужно небольшое пояснение если вы по этой ссылке перейдете нажимайте пожалуйста кнопку на которой написано play as student сыграть как ученик вот эта кнопка она по моему с правой стороны будет вот и тогда у вас игра запустится в демонстрационном режиме и вы сможете в ней поучаствовать на слайде у меня как раз скриншот от этой игры вот примерно на смартфоне будет она выглядеть вот таким образом здесь уже так по классике все это будет для более серьезных викторин здесь традиционный набор баллов за каждый правильный ответ зарабатываете какое-то количество очков к визалайз тоже изменился у него немножко интерфейс поменялся и появились новые игровые режима давайте обо всем по порядку и так вы как выглядит конструктор конструктору вот такой довольно несложный тоже здесь может быть несколько вариантов вы можете эту викторину когда создаете проиграть на большом экране в режиме онлайн не в режиме онлайн а в режиме реального времени либо можно сделать эту викторину как домашнее задание ну вот я к вам ссылочку отправила это пример как домашнее задание сделано то есть чтобы ученики могли в любое свободное время поиграть дом и так создаем мы вопрос здесь можно выбрать тип вопроса ну вот у меня например multiple choice тут же знакомый это с выбором одного или нескольких правильных ответов вот до два года назад этим все ограничивалось сейчас здесь появились новые типы вопросов я это живут здесь сделала поближе чтобы можно было на них посмотреть типов вопросов стало намного больше давайте я кое-что переведу из этих типов multiple choice это вопрос с выбором ответа type and answer это открытый вопрос когда нужно буквами вписывать scrambled letters это смешная игра когда ответ нужно собрать из букв которые перемешались между собой true or false правда не правда дальше категория это на сортировку то есть рассортировать какие-то понятия какие-то слова по категориям то же самое касается и linkedin это тоже разновидность на сортировку то есть там собрать и родовое видовое понятие дальше отзарин это расставить по порядку и jumble words это из перепутанных слов состоит предложение получил получился не один даже тип вопросов а вот такое большое количество поэтому выбираем любой из типов открываем конструктор его заполняем если посмотреть на конструктор то он достаточно несложный можно как мы видим добавить не только картинку но можно еще добавить пояснение которое появится в конце более того можно установить временной промежуток в предыдущей игре например джим кит там не было временных ограничений то есть участник сам отвечал на вопросы столько сколько считает нужно чтобы подумал кто-то быстрее кто-то медленнее здесь вверху в разделе duration можно установить количество секунд которое требуется на ответ если не успеваешь что вопрос считается незасчитанным и перейдет переход к следующему вопросу здесь уже учитель ведущий он просто предоставляет участникам виртуальную комнату а дальше они заходят и у них тут же появляются вопросы то есть не нужно никого ждать кто первый забежал тот первый побежал отвечать на вопросы такой здесь алгоритм работы далее что еще поменялось в этом сервисе раньше он предоставлял два типа игры индивидуальная и коллективная если игра коллективная коллектив дерлили на две команды и вот этот режим внизу он называется играть первым на флаг то есть две команды кто быстрее достигнет флажка который посредине правильный ответ на вопрос это один шаг до флажка вот какая команда 1 доберется в полном составе то и выиграет и и второй был традиционный просто индивидуально это таблица лидеров вот эти два режима были здесь изначально появилась как мы видим три новых это уже такие мультяшные разные игры с мультяшными персонажами про калу про крабиков еще про каких-то анимационных персонажей ну в общем сервис стал не только серьезно но и вот такие развлекательные игрушки здесь появились тоже можно и все попробовать конечно же потому что они все бесплатные ужеечение бесплатный тариф здесь к сожалению ограниченной игры можно пробовать разные и создавать разные но ограничения можно создавать только 5 викторин Если вы работаете с классом, то здесь есть возможность создавать классы и внутри класса проводить эти игры. Виртуальная комната здесь такая будет, условная. Вот так у участников будет окошечко, они заходят по ссылочке, вводят код игры, присоединяются к классу, представляются и дальше сразу же сами себе нажимают на кнопку старт и начинают игру. Учитель может вывести на большой экран опять гонку лидеров, вот этот флаг, за который борются участники и наблюдать, как там участники будут передвигаться к этому флагу, например. Это все можно отслеживать на большом экране. На выходе каждый участник видит свои баллы, а на большом экране видно, кто лидер, кто победил в этой игре. Сервис в принципе неплохой, достаточно симпатичный, но к сожалению 5 векторин маловато. Хотя если какая-то векторина надоела, удаляем ее, создаем новую, это не возбраняется. Дальше. Более серьезный сервис. Сократив. Тоже достаточно уже известный, он давно. Это для векторин, если вы действительно создаете что-то для старших школьников, например, для взрослых, или у вас просто тематика не игровая, что-нибудь из серьезных тем. Здесь, если вы перейдете по ссылке, вам понадобится код игры. Здесь нет такой игровой ссылки. Здесь обязательно нужно вводить еще код. Ну вот код я тоже сейчас отправлю в чат, если интересно. Вот так она выглядит. Это у меня векторина про Алису в стране чудес. Вот здесь и оформление очень такое сдержанное, никакой мультяшности здесь нет. Ну и сам конструктор тоже довольно такой аскетичный, я бы сказала. Итак, заходим, регистрируемся в сервисе и сразу мы видим вот внизу в красную рамку, я вынесла три типа вопросов, которые здесь можно задавать. Multiple choice – вопрос с выбором ответа, true-false – правда-неправда, и short answer – это у нас открытый вопрос, когда вписывают участники правильный ответ в окошко. Запускаем конструктор векторины и начинаем ее создавать. Конструктор вот такой. Мы видим, что они в принципе у всех похожи. Внутри одной векторины могут быть разные типы вопросов. Нажимаем на нужную кнопочку внизу, открывается конструктор, и мы его заполняем. Дополнительно к каждому вопросу можно добавить картинку, ну и к вариантам ответа тоже картинки. Плюс еще можно добавить объяснение, которое появится после того, как участник ответит на вопрос. У меня как раз векторина с пояснениями в конце. Как это работает? После того, как мы векторину создали, мы даем ссылочку. Ну, вот примерно, как я сейчас сделала. Даем код игры. Причем тут очень интересный код. Дело в том, что после того, как вы здесь зарегистрировались в этом сервисе, вам тут же дают вот такой постоянный код. Он ваш на все игры. Сколько бы вы их тут не создали, он будет один и тот же. Но вы можете запускать только одну игру. Например, в качестве домашнего задания, игру задавать, ее можно запустить только одну. Если у вас создано игр несколько, то вы останавливаете ту, которая у вас запущена, и запускаете новую. Поэтому код везде одинаковый. Это может быть в какой-то степени даже удобно. И ссылка везде одинаковый, и код везде одинаковый. Точно так же участники заходят по ссылочке, вводят код, представляются и начинают играть с мобильного устройства. Особых ограничений я не заметила. Здесь сервис бесплатный. Ограничений только по запуску. То есть одновременно можно запустить только одну игру. В принципе, тоже неплохой вариант. Можно попробовать. И еще хочу обратить ваше внимание, что здесь тоже есть два режима. Можно работать индивидуально. Режим называется «Квиз». И можно работать командой. Режим называется «Спейс Рейс». Перед запуском выбираем один из этих двух режимов, и игра начинается. Здесь нет никаких дополнительных особых настроек. Просто выбираем режим и запускаем игру. Участники заходят, присоединяются, и тут же начинают работать в удобном для них темпе. Никого ждать не надо. Еще один сервис, который недавно появился на Горизонте. Сервис называется «Блукит». Тоже такой своеобразный инструмент. Он тоже к обычной викторине добавляет элементы игры. Игры здесь сюжетные. В них еще нужно, на самом деле, разобраться, потому что я не во всех играх разобралась. Я вам самый простой вариант сейчас даю. Игра называется «Кафе». Смысл этой игры – отвечая правильно на вопросы, вы зарабатываете денежки. На эти денежки вы создали кафе и кормите там своих посидителей. В зависимости от того, сколько вы там денежек заработали, у вас столько блюд в вашем кафе, и вы столько накормить можете своих постояльцев. Они, в свою очередь, тоже вам за это все платят. И ваша задача – накормить как можно больше, заработать как можно больше. В общем, вот смысл такой у этой игрушки. В чем тут суть? Опять-таки, игровая стратегия очень похожа на сервис «Джим Кит». То есть там тоже перемешана и викторина, и игра. У сервиса есть и классический вариант. Есть два режима. Есть как домашнее задание, и есть как онлайн, как игра в режиме реального времени. В реальном времени можно играть в стандартную классическую викторину. Вот она у меня сейчас на экране. Просто стандарт. А вот в качестве домашнего задания здесь вот как раз вот такие вот игровые штучки. Вроде как «Создай кафе» и тому подобное. Давайте посмотрим, как здесь работает. Конструктор. Очень симпатичный, чем-то даже кахут напоминает, если кто-то в нем работал. Вот такой вопрос, вот такой конструктор веселенький. Вписываем вверху вопрос. Внизу вариант ответов. Галочкой нужно отметить «Правильный». Видим, что здесь можно прикреплять картинку. А сам вопрос можно еще и озвучить. Подключить микрофон и записать аудио. Вверху выставляем лимит времени, сколько секунд требуется для ответа на этот вопрос. Сохраняем викторину и переходим к следующему. Здесь особо не разбежишься. Здесь только один вариант. Multiple choice – это когда с выбором одного из нескольких ответов. Давайте посмотрим, что тут… Какие еще есть варианты. Вот эти самые игры. После того, как мы создали нашу викторину, мы можем выбрать игровые варианты. Classic – это самая последняя. Вот она, классическая викторина. А все остальное – это разнообразные игры. Можно играть в одиночку. Это режим называется Solo. И тогда можно выбрать из шести вариантов. Я выбрала режим Host, когда играет много участников. И здесь мы видим 14 вариантов. Тут и про динозавров есть, и про кафе, и про фабрику, и про королевство. В общем, можно самостоятельно тут попробовать одни и те же вопросы, применить к разным режимам, посмотреть, что вам больше нравится. Не во всех я разобралась. Интерфейс на английском, и это немножко усложняет задачу. Но сама идея заслуживает интереса, потому что вот такое вот раздолье для различных игр. Ограничения в бесплатном тарифе. В бесплатном тарифе здесь нужно смотреть, после того, как вы перейти в игровой режим, там будет написано, до скольки, до какого количества игроков в него можно поиграть. Ну, максимально до 60 участников здесь можно. В разных играх немножко по-разному, но в целом до 60 участников могут совершенно спокойно в эту игрушку играть в режиме реальности. Ну, а в качестве домашнего задания ограничений нет. Вы потом получаете статистику по выполнению этого домашнего задания. Как поручим, и во всех сервисах статистика присутствует. Заходим. Опять все такая же виртуальная комната. Мы запускаем викторину. Это я запустила классический вариант. На экране и на смартфонах одно и то же. Вопросы, варианты ответов. Вообще один в один к ходу. Если присмотреться, даже цветовую гамму выбрали, они практически такую же. Заходим по ссылочке, вводим код комнаты, все как обычно, представляемся, и участники начинают отвечать на вопросы, стартует ведущий, и игра началась. Таким образом происходит этот игровой режим. Ну, тоже неплохой сервис, можно попробовать. Немножко сложный, потому что, к сожалению, через Google Переводчик он почему-то не хочет переводиться или переводится не очень корректно. Поэтому придется немножко в нем разобраться. Давайте посмотрим тогда на наши русскоязычные варианты. Так, я вам сейчас дам ссылочку на демонстрационный квиз. Он открыт для просмотра. Это я прямо на сайте нашла. Сервис называется MyQuiz. Это российская отечественная разработка. Вот, пожалуйста, одна ссылочка. И вторую я попробую. Не знаю, откроется она у вас или нет. Если откроется, сигнализируйте огонечком. Я сейчас настроила то, что этот квиз запустится в 18.30. Ну, немножко подзадержалась на 4 минуты. Попробуйте по ней перейти, откроется у вас или нет. Если откроется, вы можете попробовать прямо в режиме реального времени в нее поиграть по второй ссылочке. Это вот то, что я попробовала. Этот сервис больше ориентирован как раз не на домашнее задание. Это сервис для проведения игр в режиме реального времени. То есть здесь и сейчас. Викторины выглядят стандартным образом. Вот с правой стороны, вернее, и с правой и слева. Это то, что появляется на смартфоне у участника. Он видит отсчет обратного времени. О, открылось. Ну, чудесно. Значит, сервис работает. Это было тестирование сервиса. Итак, как здесь конструируется? Все. Здесь все на русском языке, поэтому особенно тут мудрствовать не приходится. Просто поочередно открываем вкладочки и начинаем заполнять. Что, когда, для кого и как. Что. Это у нас название викторины, описание. Дальше. Когда. Здесь мы настраиваем время, когда она должна запуститься. Вы можете настроить, сразу же настроить, тут же открыть и тут же поиграть. Можно сделать, как сделала я. Отложенный старт. Я поставила на 18.30 время. И вот она в 18.30 должна открыться. Мы проверили, действительно все открылось. Выставляется время по календарю. Дальше. Для кого. Здесь можно установить галочку напротив того, что собирать данные участников или не собирать. Но это нужно для статистики. Последняя платная вкладочка «Как». Это все, если вы с помощью квиза собираетесь, разыгрываете всякие призы, акции и так далее. Но нас это особенно не касается. Нас больше интересовать будет первая и вторая вкладка. Что и когда. Это настройка викторины. Дальше смотрим настройку вопросов. Если открывается, значит все хорошо, значит работает. Время я выставляла 18.30. Может быть там поменялось что-то, сбилось. Теперь смотрим, какие здесь существуют вопросы. Классический вариант – это у нас вопрос-вопрос, что называется. Вопрос с вариантами ответов. Дальше. Здесь есть открытые вопросы. Здесь есть голосование. И здесь есть вопросы с картинками. То есть нужно выбрать правильный вариант из нескольких картинок. Все остальное мы видим с такими алмазиками наверху. Это значит, это премиальный режим. Это уже за дополнительные деньги. В бесплатном тарифе можно создавать викторины и играть до 500 игроков. Пожалуй, из всех рассмотренных сервисов здесь максимальное количество. Ну вот, значит не все так гладко получилось. Раз просят зарегистрироваться, значит не все. Хотя я регистрацию там не выставляла. Поэтому протестировали, что не все так отлично работает, как выяснилось в этом сервисе. Ну попробуйте по первой ссылке походить. Там тема квиз, он должен в любом случае работать. Поэтому я и говорю, что лучше всего, конечно, его в режиме реального времени проводить. Здесь и сейчас. Вот отложенный старт может оукнуться вот такими техническими неполадками. Ну раз викторина завершена, значит он там какие-то сбои все-таки присутствуют. Значит не все так гладко у этого сервиса. Но опять-таки повторюсь, в режиме реального времени он работает намного лучше, чем вот в таком режиме. Конструктор. Вопросов. Это у меня стандартный вопрос с выбором одного варианта из нескольких. Мы видим, что здесь можно добавить медиа, например, картинку загрузить с компьютера. Вопрос, вариант ответов. Отмечаем правильный. Грузим картинку, сохраняем, переходим к следующему. Список вопросов у нас появляется с левой стороны. После того, как мы все создали и сохранили, после этого мы уже можем непосредственно перейти к самой игре. Ну вот этот вариант с настройкой. Я нашла время запуска, установила. Вот так выглядит этот конструктор. Здесь ставим автоматический запуск, выставляем время, когда должно автоматически запуститься и тому подобное. Насчет видео. Я видела только с картинками. Насчет видео я не очень уверена. По-моему, видео здесь в бесплатном тарифе нет. Если кто-то прикреплял, подскажите. Я видела викторину только с картинками. Бесплатные я имею в виду. Платно это можно, да. Это без вопросов. В целом, вот не без недостатков. Делаем такой вывод. Отложенный старт – это хорошо, но тут еще нужно протестировать и посмотреть, будет ли он работать и как долго он будет работать. Вообще некоторые библиотеки так работают с отложенным стартом. Я знаю, что, например, у нас в Мурманской области детско-юношеская библиотека публикует ссылку у себя в группе ВКонтакте на стене и пишет время, допустим, игра стартует в 12 часов. Те, кто хочет поиграть, ровно в 12 должны зайти по ссылке и начать игру. Она вот так автоматически запускается, и можно в нее попробовать поиграть. Так что здесь еще надо протестировать, посмотреть, как это будет работать. Ну, такой опыт не очень удачный у нас получился в данном случае. Ну, еще одна отечественная разработка. Здесь уже придется показывать все на слайдах, потому что вот этот сервис, это как раз только в режиме реального времени, здесь и сейчас работает. Сервис уже знакомый, я о нем говорила на прошлом вебинаре, рассказывала в связи с созданием интерактивного видео. А сейчас расскажу о таком инструменте, который называется викторина. Напоминает это викторину своя игра. То есть здесь есть категории вопросов. Здесь каждый вопрос оценивается в сколько-то баллов от 100 до 500. Самые простенькие 100, самые сложные 500. И как это все работает? Участники делятся на команды, либо индивидуально. Но, опять-таки, здесь ограничения 5 участников только может индивидуально здесь отвечать. Поэтому, может быть, имеет смысл, если большой коллектив, поделить их на команды, чтобы они отвечали командами. Как здесь задействован мобильный телефон? Правила здесь такие же, как в своей игре. То есть каждая команда или каждый участник по очереди открывает себе категорию вопрос, вслух дает на него ответ. Ну и, соответственно, ведущий начисляет ему баллы, либо, наоборот, отнимает у него баллы. Как это реализуется с помощью смартфона? Смартфоны здесь нужны для того, чтобы просигнализировать, что ты готов ответить. То есть мы открываем вопрос, допустим, и та команда, которая быстрее всех сообразила, какой здесь правильный ответ, нажимает смартфончик на кнопочку, которая… Вот на смартфонах у участников вот такие вот надписи. Они точно так же по ссылочке заходят в виртуальную комнату, и у них на смартфоне появляются вот такие надписи. Даже здесь вопроса. Вопрос огласили, а дальше надпись меняется, ведущий запускает вопрос этот, и у участников меняется надпись. Нажми, чтобы ответить. Они нажимают, по сути, смартфон здесь выступает, как кнопка для сигнализации. Нажимаем на кнопку, и если успели самыми первыми, то надпись появляется «Отвечай». И вот теперь они вслух могут уже ответить на этот вопрос. Дальше. У ведущего на экране, собственно, сам вопрос, нужно угадать, что это за животное в данном случае. Появляется надпись, кто из участников отвечает. Например, Ира у нас отвечает в данном случае. Таблица результатов этого игрока открывается. И дальше стоит минус и плюсик. Правильно ответил – получи 200 баллов. Неправильно – минусуем эту же сумму. Ну и вот таблица результатов выстраивается с правой стороны. Здесь у меня был один участник. Если больше будет, то они все 5 человек здесь выстроятся по ранжиру. Сначала у кого больше баллов, соответственно, в конце будут те, у кого меньше. Таким образом все это и функционирует. Теперь сама викторина. Как она создается? Здесь викторина создается на основе картинок. То есть нам заранее нужно придумать вопросы и сохранить их в виде картинок. Делается это в PowerPoint, например. Берете слайд, туда пишите текст вопроса, например. Какую-то картинку прикрепляете. В общем, все что угодно можете закрепить на этом слайде. Сохраняем картинку и загружаем сюда. Вот у меня тема 1, допустим. Национальные костюмы народов мира. И я начинаю грузить 5 вопросов, 5 картинок. Опускаюсь ниже. Там у меня категория 2. И вот так каждую категорию я по 5 картинок загружаю. После этого сервис тут же нам выводит вот эту знакомую сетку. Вот она. И можно уже играть. Прямо здесь и сейчас. В качестве домашнего задания здесь нет возможности дать и даже ссылкой не поделиться, потому что это работает только в личном кабинете. Вы можете из своего личного кабинета запускать только свою викторину, только для своих. Даже ссылочкой с коллегами не поделиться. Вот такая вот особенность у сервиса Джойтека. В принципе, неплохая история с этим сервисом, потому что сейчас все сервисы англоязычные, которые базировались вот на принципах своей игры, они сейчас закрылись все. Нет ни одного иностранного, ну кроме флиппити, может быть. И то там такая очень простецкая своя игра. Пожалуй, один из немногих, который предоставляет возможность сыграть вот по этому принципу, по своей игре. Может быть, вы знаете еще какие-то инструменты. Я вот весь список огласила, кого я знаю из более-менее бесплатных сервисов. Если вы еще чем-то пользуетесь, то пишите в чате, рассказывайте о своих достижениях, если вы еще какие-то секреты знаете. Давайте попробуем теперь посмотреть на сервисы с точки зрения создания презентации. Со смартфонами можно проводить презентации, даже целые уроки проводить с использованием смартфонов, как в данном случае эти мобильные устройства можно задействовать. Ведущий запускает на экране презентацию у участников на смартфонах. Они точно так же по ссылочке заходят в виртуальную комнату, и у них на смартфонах те же самые слайды будут. Самое интересное, что внутрь этой презентации мы можем вставить вопросы, задания, голосование. То есть получается, что у нас два в одном – и викторина, и презентация. И так можно прямо целый урок провести, наверное, если очень захочется. Сервис, который работает в этом направлении, это сервис Квизис. Это хороший инструмент, он переведен на русский язык совсем недавно, и работать в нем стало намного проще. Два года назад он создавал только викторины, но после того, как началась пандемия, создатели сервиса пошли дальше и начали создавать. Теперь в сервисе можно создавать еще и целые уроки. По сути, это такие презентации, где внутрь презентации вставлен какой-то вопрос, либо задание, либо несколько вопросов о задании. Я вам сейчас ссылочку дала опроса на викторину, на стандартную классическую викторину с выбором одного варианта из нескольких. Тоже очень красиво все оформлено, на смартфонах даже еще красивее получается, чем на экране. Можно попробовать поиграть. Итак, что здесь предлагает сервис? Как я уже сказала, здесь есть контрольный опрос, он же викторина, и есть урок, она же презентация. Мы выбираем, какой нам формат больше нравится, один или второй, вводим название игры, придумываем, к какому предмету она относится, ну и вот так пошагово начинаем создавать нашу игру или нашу презентацию. Вот, например, презентация. Здесь есть классические слайды, вот сейчас у меня классический слайд на экране, то есть картинка, какой-то текст, заголовок, это шаблончик, внутри которого все можно менять. Вообще здесь все очень просто. Выбираем тип слайда. Здесь может быть слайд просто с текстом, слайд просто с картинкой, слайд с видео. Здесь как раз видео из YouTube можно подгрузить по ссылочке, например. Вот у меня слайд с картинкой с текстом. Стираем здесь все, переписываем. Можно менять шрифт, можно менять картинку, естественно, фон менять, как в обычной презентации. Здесь такой небольшой набор инструментов есть. С левой стороны кнопочки для добавления текстов, картинок и тому подобного. Далее. А вот сейчас у меня чуть ли правее открыты типы вопросов, которые можно вставить. Да, видео можно вставить на отдельном слайде. Да, видео вставляется. И здесь мы видим какие-то помечены такой значком с молнией. Это у нас платные вопросы. Бесплатных здесь несколько. Здесь есть слайд с видео. Платно это с видеоответом, когда можем подключать веб-камеру и записывать видеоответ. Если просто видео на слайде, оно здесь совершенно бесплатное. Есть слайд, который так и называется видео. А то, что видеоответ, это как раз, когда отвечать будут с использованием веб-камеры участники. Это действительно платно. Итак, что у нас из вопросов есть из бесплатного? Большой выбор. Это классическая викторина с выбором варианта. Дальше. Заполнить бланк. Ну, немножко некорректно переведено, но смысл – это открытый вопрос. Запиши свой ответ. Дальше. Можно рисовать. Ой, немножко заполнить бланк напутала. Заполнить бланк – это заполнить пропуск. То есть какой-то текст, вероятно, можно вставить, и внутри пустую ячейку, куда нужно вписывать. Есть открытый вопрос и есть еще опрос. Просто как голосовалка работает. То есть у нас здесь получается 5 вариантов опросов бесплатных. В общем, основное здесь все присутствует. И мы таким образом можем создавать презентацию, вставлять вопросы. Эту презентацию мы можем показать в реальном времени на экране и на смартфонах. Участники со смартфонов будут отвечать. Управляет всем этим процессом ведущий. То есть ведущий перелистывает слайд, и они автоматически перелистываются у участников. Такого нет, что каждый сам по себе ее листает. Не-не-не. Здесь все в строгом порядке. Управляет просмотром ведущий. Он открывает, допустим, викторину и дает какое-то время, пока участники поотвечают. Потом точно так же следующий слайд листает и продолжает работу. Вот таким образом можно проводить либо урок целый, либо фрагмент урока и использовать смартфоны при этом, при всем. Викторина точно такая же, собственно говоря, только без слайдов. То есть выбираем тип вопросов и делаем из этого викторину. Получаем ссылку. Можно как домашнее задание давать и опять-таки как в режиме реального времени. Домашнее задание открывается не очень надолго. По-моему, там на 7 дней можно открыть домашнее задание и ссылочку дать. Либо на 7, либо на 14. Я уже немножко путаюсь в этих датах. Но, в общем, ненадолго. То есть устанавливаем сроки, выставляем календарь, участники по ссылке заходят, отвечают, а мы получаем статистику. Как они там поотвечали, кто там сколько баллов набрал и так далее. Ну, вот, пожалуйста, то же самое только для викторины. Опять все те же у нас знакомые вопросы. Большой выбор – рисовать открытые опросы, заполнить бланк. Только теперь конструктор немножко иначе выглядит. Мы видим, что можно к викторине картинки добавлять и к вопросам, и к ответам. И неограничены мы ни в количестве вопросов, ни в количестве участников. В общем, тоже очень неплохой сервис. Можно взять его на вооружение, тем более, что он на русском языке теперь. Ну, я уже об этом сказала, чуть-чуть забежала вперед, что можно проводить живую викторину. Живая викторина, она может регулироваться, опять-таки, ведущим. А может быть викторина, что называется, классическая. Когда вы можете в свободном темпе им дать отвечать на вопросы вашим участникам. И там каждый в своем темпе, кто во что гораст, что называется, будет отвечать. Либо вы можете взять все под контроль, и это называется под руководством инструктора. Презентации только под руководством. Ну, и кнопочка для значения домашнего задания здесь тоже присутствует. Получаем ссылку и рассылаем ее ученикам, чтобы они поучаствовали в этой викторине. Если проходить викторины, то мы заметим, что у многих викторин в настройках там появляются так называемые мемы, то есть картинки, которые появляются в случае правильного и неправильного ответа. Здесь есть такая возможность, можно загружать свои картинки, делать свои собственные мемы. Здесь они уже встроены в сам сервис, а не на английском. Но мы можем сделать на русском языке, самостоятельно сами себе эти мемы и показывать их с русскоязычными мемами. Ну, в общем-то, я об этом и предупреждала, что они все более-менее друг на друга похожи, с разными вариациями. Наша задача просто посмотреть, что нам больше подходит, какой вариант больше нравится. Тот и используем. Если говорить еще о презентациях, то вот еще один сервис, называется он Аха Слайдс, тоже недавно появился. У него есть бесплатная версия, правда, она немножко ограничена. Ну, как немножко. На 7 участников она рассчитана. То есть либо это для очень небольшой группы мероприятия вы проводите, либо это будут команды. И у каждой будет один смартфон. Принцип здесь точно такой же, как и в предыдущем сервисе. Тут есть возможность создавать викторины, есть возможность создавать презентации, внутри которых вставлены задания. Первая большая ссылка, длинная, это на викторину ссылка. Там, к сожалению, нет возможности проголосовать, поучаствовать, потому что презентации рассчитаны на реальное время. То есть вот просто для демонстрации полистать слайды можно. А голосовать и играть, только если запустить ее прямо вот здесь и сейчас. Зато вторая ссылка с викториной, здесь есть возможность ее проиграть. Викторину проиграть можно. И вот по ссылочке так в ней поучаствовать. В общем, если сравнивать с предыдущим, то они очень похожи. Точно так же есть набор слайдов, которые мы создаем и в которые добавляем разный контент. Ну вот так выглядит создатель слайдов. Здесь на английском языке немножко будет посложнее. Слайд разукрашиваем, добавляем к нему заливку, как-то оформляем его, добавляем картинки и так далее. Внутрь слайда можно добавить разные типы вопросов. Вот они сейчас у меня на экране. Сейчас я постараюсь их прочитать, чтобы ничего не забыть. Малтипл-чойс. Ну это стандартный вариант с выбором одного ответа из нескольких. Кью энд ансэ. Это у нас интересная штучка. Она дает возможность зрителям задать вопросы спикеру. Вот в предыдущем сервисе этого не было. А здесь есть возможность получить обратную связь. То есть если вы вставите такой слайд в свою презентацию, обычно их в конце вставляют, то можно, чтобы участники вам со смартфонов прямо написали свои вопросы. Либо вы можете мозговую штурм устроить, и они вам набросали какие-то идеи на слайды. Ну а дальше здесь есть даже такая опция, что можно выбрать один из нескольких вариантов и попробовать за него проголосовать. Например, какие-то вы собираете в качестве мозгового штурма идеи, и вы можете голосовать за какую-то понравившуюся вам идею. Кто за, кто против. Опять-таки это все со смартфонов делается. Дальше. Здесь есть возможность создавать викторину не только с выбором текстового ответа, но и с выбором изображения. Есть открытый вопрос. Есть случайный вопрос. Называется он Spinner Will. Это такое колесо фортуны. Запускаем колесо, и каким-то случайным образом у вас выпадает именно конкретно вам вопрос. И вы на него отвечаете. Такая вот интересная штучка. Здесь есть еще игра Найди пару, расставь по порядку. Ну вот основной перечень такой. Ограничения здесь только по количеству участников. Во всем остальном, все остальное, как мы видим, бесплатно. Тут нет никаких значков с премиальными тарифами. На слайды можно добавить видео, списки, ну видео с YouTube, картинки с компьютера, списки, QR-коды, даже прикрепить документы в формате PDF. Ну вот те же самые еще. Давайте поближе на них. Посмотрим виды разных активностей. Мозговой штурм, вопросы спикеру. Есть еще здесь опция оценки. И есть здесь опция облако слов. Когда тоже вам участники будут отвечать, набрасывать что-то, и их варианты будут превращаться в облако слов прямо на экране. Таким образом это работает. Вы запускаете презентацию. Участники присоединяются со смартфонов, смотрят на экран и на смартфон, со смартфонов отвечают на вопросы, задания и тому подобное. Конструктор для самой викторины вот таким образом выглядит. Это стандартный. Для разных вопросов он немножко отличается. Но в целом здесь добавляем вопрос, добавляем картинку к нему, можно изображение добавить. Устанавливаем таймер, сколько секунд требуется, чтобы отвечать на этот вопрос. Ну и, пожалуй, на этом все. Сохраняем и переходим к следующему. Дальше. Здесь есть еще дополнительно разные интересные настройки. Если вы, например, рассчитываете на обратную связь, например, от участников, то здесь можно прописать, когда они могут задавать вам вопросы. Но обычно ставят только на этом слайде. То есть какой-то отдельный слайд открываем, и тут они начинают вам вопросики задавать разные. Дальше. Здесь есть функция модерирования. Все могут задавать вам вопросы или не все. Можно ли анонимные вопросы вам закидывать на этот слайд и тому подобное. То есть здесь очень такие приличные настройки как раз для проведения презентации. Но, к сожалению, количество участников нам немножко тут не нравится. Дальше. Ну вот то, о чем я говорила. Выбрана опция мозговой штурм. Здесь участники накидали идеи. Ну, я за участников здесь поработала. Идея 1, идея 2. И мы запускаем голосование. Участники голосуют. Вот эти лайкают штучки. Кто больше лайков насобирал, та идея и победила. По количеству участников, по количеству лайков здесь на большом экране все видно. Таким образом, можем проводить даже вот такие вот голосовалки здесь с помощью этой презентации. Ну, игровые задания. Обычная викторина, фотовикторина, открытый вопрос, случайный вопрос. Найди пару и расставь по порядку. Игровые задания здесь тоже вполне себе разнообразные. Вот, пожалуйста, пример игрового задания. Здесь, в принципе, все то же самое, как и в предыдущей классической викторине. Придумаем варианты ответа, в картинке прикрепляем и устанавливаем таймер. Дальше. Как это все работает? Ну, я уже в целом это описала. То же самое. Существует виртуальная комната. Туда заходим, вводим свое имя. Здесь нам даже аватарчик присваивают. Присоединяемся к викторине или к презентации и начинаем играть. Вот таким образом выглядит все. Если вы перейдете по ссылке, то примерно вот так оно будет у вас на экране и выглядеть. Идет обратный отчет времени. Выбираем вариант ответа. И дальше видим результат. И сразу видим, правильно мы или неправильно ответили. Ну, вот, пожалуйста, результаты голосования. Ну, и в заключении еще один интересный сервис, тоже англоязычный, называется он Neapod. Сервис помогает тоже создавать игровые презентации, демонстрировать их в режиме реального времени. Можно взять свою готовую обычную PowerPoint-презентацию сюда загрузить, можно слайды самостоятельно создавать. На слайды можно добавлять не только картинки и тексты, можно даже 3D-объекты добавить, панорамные снимки и так далее. Какое здесь ограничение? Ограничение, к сожалению, по объему викторин. То есть чем больше вы контента добавляете, тем больше будет викторина ваша весить. 100 мегабайт максимальное хранилище здесь дается. Это не очень много на самом деле. И одновременно к игре в режиме реального времени может присоединиться 40 игроков. Давайте я вам ссылочку там. Это у меня просто я поразвлекалась, это игровая вещь, называется «Взберись на гору». Ссылочка действительно 29 дней, то есть это тоже ссылка в качестве домашнего задания. Открывается максимально на вот такой период времени. Как это все выглядит? Ну, тоже все очень похоже, только немножко по-другому оформлено, но смысл такой же. Итак, у нас есть две вкладки – Create и Interactive. Create – это у нас, соответственно, слайды. Интерактив – это разные активности. Это могут быть игры, викторины, либо обсуждения разные. Ну, вот сейчас у меня открыта вкладка Create. Здесь у меня слайды все самые разные. Есть классический слайд, есть как слайд-шоу, можно прикрепить документ, можно взять из PowerPoint, например, какие-то слайды и сделать на их основе презентацию. А это у меня слайды для разных активностей и игр. Обычный квиз – нарисовать, заполнить пропуски, игра на запоминание, игра «Взберись на гору». Вот я ссылочку именно на нее вам сейчас дала. И игра «Найди пару». Выбираем любую активность и вставляем ее прямо внутрь презентации. Здесь, как таковой, отдельной викторины нет, если только вы сделаете викторину из одного слайда, с одной игрой. А так, в целом, это больше рассчитано на презентацию, внутри которой встроены разные активности. Как это все работает? От нас требуется только придумать вопросы, варианты ответов отметить, ну и сервис все остальное сделает. Вот так выглядит конструктор. Видим, что можно вопросы задать, добавить варианты. Количество вопросов не ограничено, к ним можно добавлять картинки с компьютера. Дальше. Ну а дальше виртуальная комната выглядит следующим образом. Это сервис более мультяшный, и он рассчитан больше на таких, на небольших читателей, на не очень взрослых, потому что здесь все очень красиво прорисовано. Вот такая вот виртуальная комната. Появился один участник в скафандре, вот он стоит. Появится еще несколько, они тут рядышком с ним выстроятся. Чем больше участников, тем больше тут будет фигурок мультяшных. После того, как вы по ссылке перейдете, вам предложат выбрать аватарчик. Ну вот в данном случае у меня тут мишка появился. Ну а дальше, после того, как это все коллектив наш собрался, мы запускаем игру внизу, кнопочка старт кейм. Ну и стандартно, игра запустилась, участники отвечают на вопросы. Вот так выглядит вопрос на смартфоне. У меня один участник, поэтому он в одиночку на гору взбирается. А вообще, если участников несколько, здесь по ходу будут появляться другие участники, вы сможете относительно них сразу понять, вы в выигрыше или где, внизу вы горы или вверху горы. Ну и это все можно транслировать на экран тоже и смотреть, кто первый доберется до вершины. Таким образом это работает. Все довольно живенько, мультяшно. Тут идет еще отчет времени, появляется вот такая вот интересная игра. Если такие мультики вам не по душе, то есть здесь и классические варианты, классическая викторина, она тоже здесь присутствует, можно тоже ей воспользоваться. На выходе. На экране появляется статистика, кто как ответил, баллы участников. Ну и в конце мы видим поздравительную анимацию. Когда у нас такой пьедестал почета своеобразный, ну и участников там выстроят. Кто был первый, кто второе место, кто третье место. В целом здесь единственный недостаток, что не очень большое хранилище для созданных ресурсов. Сильно не разбежишься. Ну а в целом тоже вполне себе достойный сервис, можно попробовать. Ну и еще один сервис, который можно использовать в качестве замены сервиса Mentimeter. По-моему, я правильно его произнесла. Это сервис для проведения опросов и голосований. Работал этот сервис так. На экране выводился слайд с вопросом, участники голосовали, и тут же на экране появлялись результаты этого голосования. Сейчас мы попробуем это сделать с помощью сервиса, который называется Poll Everywhere. «Голосуй везде». Здесь есть возможность создавать разные виды голосований. Есть голосование с выбором правильного и неправильного. Называется это «Большой выбор». Это как викторина получается. Дальше. Есть возможность голосовать с облаком слов, когда все варианты ответа будут в облако собираться. Дальше. Есть викторины с вопросами и ответами. Вернее, не викторины, а голосование классическое, где нужно за какой-то ответ проголосовать. Дальше можно использовать в качестве голосовалки картинки. Можно открытый вопрос проводить. Тут даже есть некий такой вариант конкуренции, когда там будут между собой конкурировать несколько вариантов, за которые больше проголосуют. Видимо, это так работает. Ну, давайте попробуем. Я вам сейчас ссылочку кину в чат, а потом постараюсь открыть на экране результаты голосования. Ничего сложного нет, там только попросят представиться. Любой набор символов можете ввести. Ничего там не должно быть такого серьезного. Давайте проверим, как это будет работать у нас. Так. Ссылочку я в чат отправила. Что должно появиться. У меня вот такой слайдик есть. Я сейчас попробую переключиться на режим показа рабочего стола и посмотреть, что у нас будет происходить по голосованию. Итак, вопрос будет такой. Ваша ассоциация со словом «Лето». У меня осень. Я вам предложила со словом «Лето» ответить на вопрос. Вы можете проголосовать. А я сейчас открою в режиме реального времени эту голосовалку. Вот. И мы посмотрим, как это все у нас заработает. Так. Сейчас переключимся. Поделимся. И попробуем перейти. Вот. Ну, вот смотрим, как у нас происходит голосование. Надеюсь, меня, вернее, меня, может, и не видно. Главное, чтобы было видно, что у нас происходит. Вот таким образом работает эта голосовалка. Вот. То есть мы даем какое-то время участникам, и они тут же на экране у вас выстраивается картинка. Это у меня вариант с облаком слов. Ну, понятно, да? Я думаю, достаточно. Мы налюбовались на это, да? Ну, проверили. Действительно, все работает. Возвращаемся обратно, переключаемся обратно в презентацию. Вот. Вот такой сервис можно использовать. Он бесплатный. Посмотрела по ограничениям. Единственное ограничение здесь 25 человек. Вот. То есть, вот кто первый проголосовал, тот молодец. Если больше 25, то он уже закроет голосовалку. Поэтому это больше подходит для небольших компаний, либо для класса. Ну, 25 человек вполне оптимально. Можно составить представление. И вот таким образом получить обратную связь от своих слушателей. Вот. Вполне неплохой сервис. Мне понравился, как он работает. Мы проверили. Все действительно работает. Все хорошо. Таким образом, можно его использовать на своих мероприятиях. Так. Ну, вот, пожалуй, и все. Так, слайды у меня перестали переворачиваться. Если есть какие-то вопросы, немножко, конечно, может быть, сумбурно получалось, потому что вообще с мобильными этими сервисами достаточно сложно их описывать на пальцах. Здесь действительно нужно ходить, пробовать, смотреть самому. Ну, и вторая сложность, что они действительно друг на друга примерно все похожи. Немножко разный функционал, немножко разные ограничения. Я постаралась собрать всю основную информацию по каждому инструменту. Ну, а вам уже самим определяться, нужно вам это или не нужно. Или, может, обойдемся к классике, по старинке как-то попробуем работать. Презентацию можно скачать. Внутри есть обучалки. Там более подробно, менее сумбурно будет. Рассказано в этих обучалках о каждом сервисе. Даже пошаковые инструкции кое-кде присутствуют. Так что, чтобы не сблудиться в сервисах, вам пригодятся. К сожалению, ссылками поделиться не смогла, потому что эти ссылки будут работать 7, 14, 29 дней и все. Потом они же будут нерабочие. Поэтому, если сейчас походили, то здорово. Ну, а так пробуем сами создавать. Вопросов пока не увидела или увидела. Остались ли программы, где бесплатно можно прикрепить видео? Ну, я уже называла, походу, это Квизис. Там есть слайд с видеороликами. И был еще один сервис, в котором тоже видео прикрепляется. Но они все прикрепляются по ссылочке из YouTube. Сейчас вспомню, как этот сервис назывался. Аха Слайдс, он прикрепляет видео. И Необот тоже прикрепляет видео. Но там скорее не прикрепляет видео, там просто слайды с видеороликами внутри презентации вставляются. Вот в таком формате работает. Почему в этих сервисах не очень любят видео? Ну, потому что это на смартфонах все-таки ориентировано. А участников на смартфонах просматривать видео, это достаточно проблематично. И потом, если у вас сразу много человек участвует в викторине, и каждый запустит видео со звуком, это не очень приятно будет слушать. Поэтому в основном эти сервисы ориентированы на то, чтобы добавлять картинки. Исключительно, наверное, в этих целях. Что это тяжесть определенная, потому что видео просматривать достаточно много ресурсов требуется. Не на всех смартфонах оно может пойти. Раз. Ну и второе, что иногда это не нужно. В режиме реального времени оно не нужно. Просто мешать будет. Можно ли посмотреть повтор вебинара? Запись этого вебинара ведется. На канале, как всегда, Директ Академии. Через пару-тройку дней вы сможете увидеть. Квизит бесплатно не прикрепляют, просит обновить. Да супер. Надо посмотреть. Так-то он бесплатно слайды с видео показывает, что они бесплатные. Ну, в данном случае надо посмотреть, что там на самом деле. Я посмотрю, проверю, как оно работает там. Потом в следующий раз расскажу. Ну, все тогда на этом, пожалуй, тогда будем заканчивать. Спасибо вам большое за внимание. Увидимся через неделю. У нас в этом месяце очень частые встречи. Через неделю мы будем заниматься изучением формата, который называется Flipbook. Может быть, знаете, что это такое. Ну, для тех, кто не знает, расскажу, что это электронные книги с режимом листания. То есть максимально похожие на обычную книгу, даже с шелестом страниц иногда. Вот мы будем изучать, как их можно создавать. Их можно создавать индивидуально, коллективно, использовать в школе, в библиотеке. В общем, все, что знаю, как всегда, расскажу. Вот. И встречаемся уже через неделю, 14 ноября. Вот. Спасибо большое за внимание. Я тоже с нетерпением буду ждать встречи. Всего доброго. Спасибо.